На Национальном совете по науке и технологиям были затронуты пути решения проблем в области науки. То есть дальше наука будет развиваться по открытой модели. Во-первых, предусмотрены стимулы для привлечения бизнеса, в том числе снижения размера налогов. Во-вторых, предусмотрено развитие университетской науки. В-третьих, на Совете национального уровня обсуждают приоритетные направления развития науки и многие другие важные вопросы. В частности, увеличился объем средств, выделяемых на развитие науки. Благодаря этому приобретено оборудование для университетов и исследовательских институтов. Отметим, что в закон о науке внесены поправки, направленные на решение проблем, актуальных на протяжении многих лет. В результате удалось решить финансовое положение научных организаций. В связи с этим были предприняты серьезные меры по развитию науки, открыты современные лаборатории и приобретено необходимое оборудование. В стенах нашего университета есть несколько лабораторий. В них в основном размещены новые аппаратные устройства, соответствующие новым технологиям. Основная цель этих лабораторий – обучать студентов принципу работы с устройствами, использовать эти устройства в процессе исследовательской работы с применением современных технологий. В целом мы реализуем различные проекции, работая с этими устройствами, чтобы не только улучшить теоретические знания студентов, но и в дальнейшем формировать компетентность студентов, чтобы они знали, как они работают на практике и где эти устройства используются в обязательном порядке. Положение научных сотрудников страны улучшилось в разы. Развитие науки – это развитие общества, а развитие общества – это развитие личности. Поэтому можно заметить, что развитие личности, общества и науки тесно взаимосвязано.